Сейчас пошла, все, все, вода кончилась. И так всегда? Так всегда летом. Такой поток из кранов в селе станции Буэнова на ближайшие три месяца. Запасают воду бутылками, бутылями, бидонами. Делать это приходится по ночам. Емкость вот тоже специально стоит под воду, чтобы набрать, чтобы если воды не будет, что-то приготовить, еще что-то. Годами здесь не могут решить проблемы с водоснабжением не обслуживающие организации, не местные жители. В 16-м году мы, скинувшись улицей привокзальной в 14 дворов, восстановили 200 метров водопровода. Я сама бутылка закупала на пласте у нас на силикатном. И, значит, восстановили водоснабжение, весь конец деревни по привокзальной. Буквально в 16-м же году у нас ломается одна из скважин, сгорает насос. Тогда, по словам жителей, им попыталась помочь обслуживающая организация Косихинский РКС. Привезли кран, сломали крышу в насосной. Хотели достать сам насос, и тот застрял. Попытки оставили. Теперь воду качают из альтернативной скважины установкой, которая предназначена для обслуживания одной железнодорожной станции, но никак не целого села. Вот здесь, за этой дверью, находится тот самый спасительный и единственный насос. Как он помогает жильцам, вы видели сами, какой напор воды дает. Неплохо бы на самом деле спасти его самого. Ведь стабильно раз в год этот насос сгорает. Но старая обслуживающая организация теперь банкрот. Ответственность перешла к пришедшим на смену коммунальным системам. Представитель организации давать нам интервью отказался. Хотя ответственность лежит не только на нем, но и на руководстве Косихинского района. К сожалению, районам и лично главой района, татарникам в Константинстане, эти проблемы не решаются. У них подход другой. Раз население здесь маленькое, избирателей у нас получается около 150 человек, жителей 200 человек, то, естественно, вопросы решаются в других населенных пунктах, в которых больше жителей и так далее. Грязь и ржавчина. Еще одна проблема, из-за которой жители вынуждены менять водные фильтры каждый месяц. История не такая мутная, как кажется, уверяют жители села. Выхода они видят два. Повысить тарифы, чтобы деньги на ремонт появились у коммунальщиков, либо ждать, когда проблемой наконец-то займется районная власть. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.